Добрый день, с кем поздоровался, с кого я видел. Немного предыстория, сейчас пока мы разберемся с картинками. Вторая черепаха прошла, и мы собрались вот так же на мастер-классы, где иностранцы очень много говорили, что снимать просто так, с подхода, это бессмысленно. Нужно брать какой-то проект и работать несколько лет с ним. Некоторые фотографы иностранные проект выбирают на всю жизнь, естественно, фотографируя вокруг все. И Андрей Костенко ко мне подошел, ну что, Серега, давай что-нибудь придумаем. А у меня тут был такой запасной вариант, рядом с моим домом, буквально недалеко, там в черте города, есть колония ЦАПИ, одна из самых крупных в России, тогда была, мне ее показал знакомый орнитолог. Пришли, посмотрели и решили, да, здесь будем строить засидку. Ну, во-первых, очень удобен недалеко, во-вторых, как бы вот вся инфраструктура рядышком. Есть специалисты, которые всегда помогут. Ну, посмотрите, это карта Липецка, да, можно установить ее. Карта Липецка, сейчас я... Где просто можно увидеть, что верхний угол у Липецкого водохранилища, вверху, называется Метрохин угол. Там находится наш ЦАПИ. Если по прямой, ну, не по прямой, по дорогам от моего дома, то это примерно 5 километров. Если выехать из города, это примерно полтора километра. То есть доступность очень хорошая, поэтому, как бы, все карты в руки нам были даны. Раньше мы вот так вот могли до болота доезжать на машине. Все было очень прекрасно, то есть мы тратили на дорогу очень мало времени. Сейчас примерно вот так все выглядит. Наше место заболоченное прибавание. Новое вение такое. Среди любителей автомобилей, знаете, собираются вездеходы на базе НИВ, на базе, там, УАЗиков и Буханок. И они устраивают соревнования. Вот здесь вот они у нас начались не то что соревноваться, а обкатывать свои машины. Они развезли дорогу в хлам до такой степени, что просто-напросто сейчас даже в сухой период там идешь клея примерно по коленам. То есть там на нормальном УАЗике проехать невозможно. Ну, конечно, мы тоже матерились, но с другой стороны, вот последние два года показали, что они сделали очень хорошую вещь для нас. Туда больше никто не суется. То есть абсолютно глухое место и редкий человек. Мы туда пешком доходим, но вот из просто рыбаков, проезжающих и отдыхающих, там никого нет последние два года. Вот так выглядит эта дорога сверху сейчас буквально. Но вот в таком сухом виде. Но вот если вы посмотрите, на самом деле вот это колея там очень большой глубины, то есть практически невозможно проехать на машине. Вдоль дороги отдельные солончаки, болотца стоят. Вот место, то есть чтобы понимать, очень низкая, очень заболоченная, рядом река течет Матыра. Вот это, наверное, самая настоящая фотография. Потому что, как правило, до болота, до цапельника добираешься ночью. То есть переходишь в небольшую полянку. Вот она здесь есть как раз. Переходишь и оказываешься на корею болота. Цапельник, вот видите, белые все обкаканные деревья. Пятачок такой. Вот там находится цапельник. Естественно, снаряжение одеваешь. У нас у всех сапоги, да, специальные по грудь. Вот это как раз телевизионщики, которые снимали программу о нашей засидке, о наших цаплях. В качестве журналиста моя жена Екатерина. Вот мы их одеваем, сами оделись. Вот так это примерно выглядит в итоге. И залазишь в само болото. Так болото с черной льхой выглядит ранней весной, когда цапли только прилетают. Мы их стараемся в этот период не тревожить, потому что пока не сели на яйца цапли, они могут слететь. Поэтому мы замеряем, засекли, что они прилетели. Отчитываем пару недель. Вот я стою, это как раз один из тех примеров, когда просто дерево батает. В болоте это очень часто бывает. Вот гнездо цапли, которое вот... И на заднем плане вот вторая наша засидка, видно, тряпки торчат на деревьях. Ну вот, фотографы, которые к нам приезжали, наш друг Владимир Дрига. Много вообще фотографов было на нашем цапельнике, на засидке, которые смотрели. Это вот телевизионщики, вот Виктор Никитенко с Александром проезжали. Вот еще один Андрей Костенко, как бы родоначальник наших засидок, Саша. Это моя жена. Вот, в таком виде она добралась до самой засидки. Естественно, наверх не полезла. Полез только оператор с Андреем Костенко, который наверху показывал, давал интервью. Само болото вот так вот примерно выглядит. То есть, как правило, цапли-цапли, все видят цапки, никто не знает, что такое болото. Вот несколько фотографий я сделал в подборке, как выглядит болото вообще. Зимний период, весенний, сейчас. По болоту даже в минус 20 очень сложно передвигаться, потому что вот примерно вот так оно выглядит. Видимо, какие-то все-таки гниющие процессы нагревают воду достаточно хорошо, и все болото вот в таких промоенных в минус 20 провалится вообще легко, без проблем. Вот сверху вот так болото выглядит. Вот когда снег идет, все заметает. Иногда лед замерзает, потом вода резко падает, и получаются такие висящие льды между деревьями тоже достаточно интересные. И сейчас вот так болото выглядит. Летом оно все в рязке, все вот зеленое такое. Ночью вот так болото выглядит. Пытался несколько раз ночью фотографировать, но, к сожалению, близость города, небо практически вылетает в ноль всегда. То есть звезд практически никогда не видно. Поэтому сложно не получается. Теперь о самом болоте, не только о цаполях, а внизу. Последний год немного начал снимать внизу, и оказалось очень много интересного. В определенный период зацветает калужница болотная, которая просто вот белыми пятнами раскрашивает все болото. Желтыми, извините, пятнами. Начинает просто в короткий срок расти какие-то неизвестные мне растения. Просто в очень короткий срок. Вот, допустим, вот этот цветок я увидел только в этом году. То есть за 8 лет я его ни разу не встретил там. В этом году, смотрю, цветет. Очень интересный цветок. Вот такой волосатый. Хотел на следующий день буквально прийти, дождаться хорошего освещения, им заняться. Но, к сожалению, оказывается, я его не видел, потому что он цветет один день больше. Вот, к сожалению, не было цветков. Ирис болотный в огромном количестве. Хвощ, то есть вот в хвоще ирис, да. Таких картинок вообще полно. Хвощ вырастает гигантский, выше роста человека. Все это в капельках, естественно. Подойти, притронуться невозможно. Все осыпается. Но вот если издалека, то можно. Это перо. Цапля упала, висела там. Насекомых всевозможных очень много на болоте. Они там же живут, там же плетут, там же ползают, едят. Это вот любимые комары. Сейчас в болоте без специальных средств просто невозможно находиться. Я тут сфотографировал комара по одной простой причине. Этот единственный комар, который не пытался меня съесть в данный момент. То есть просто все остальное, шапка вокруг летала. Все лезут в глаза, в рот, в уши. А этот сидел, думаю, так я его сфотографировал. Но сфотографировал. Ну, естественно, очень много различных птиц. На цапельнике вороны вездесущие, которые постоянно воруют яйца. Так, сейчас я вам расскажу про саму засыпку. Немного, как бы, такой истории. Не, не, сейчас. Это фотографии вот с первой засидки, орнитологической, на одном дереве. И остались некоторые фотографии, которые вот показывают строительство второй засидки. Примерно вот так вот все это начиналось. Среди деревьев очень зимой, естественно, строили. Чтобы не пугать цапель, минус 25 выдалось на тот момент. Но, тем не менее, вот мы ее построили. К счастью, цапли очень хорошо их приняли. То есть, была опасность, что мы отпугнем, они отлетят. В первый же год все гнезда вокруг загнездились. И через несколько лет еще три гнезда появились в нескольких метрах от засидки буквально. То есть, можно было бы фотографировать на 10-15 миллиметров. То есть, вот абсолютно рядышком. Вот так это все выглядит. В этом году вот мы засидку. И вот, как она сейчас выглядит. К сожалению, сейчас покажу ролик. Засидку в этом году пришлось закрыть. Вот примерно, видите, размеры цапельника, где засидка находится. То есть, по большому счету, мы, не зная того, оказались в эпицентре. То есть, весь цапельник вокруг засидки располагается. Фотографировать можно было на все шесть сторон. Вверх, вниз, там все четыре стороны. Восход, закат в любое время. То есть, в принципе, достаточно удачно засидка расположилась. И теперь я небольшой ролик покажу. Буду комментировать по ходу. Зимой пришли. Вот так засидка выглядела. То есть, каждый год практически ветром рвется. Все в хлам. Коридор, по которому мы упрячемся, а птица поднимается. Все это срезается. По новой шьется. По новой вешается. И вот так вот практически каждую зиму. Вот много я разворачиваю. Сейчас уже привыкли. Достаточно быстро все это делаем. Не проблема. Раньше был короткий коридор. Мы его сделали в порядке десяти метров. Чем раньше исчезаешь с поля зрения птиц, тем быстрее они про тебя забывают. То есть, ты поднимаешься, они не беспокоятся, они тебя не видят и нормально воспринимают. Пол защитки примерно на восемнадцати метров. То есть, примерно угол зрения с двадцати метров начинаем. И в этом году было решено построить еще плавающую защитку в призон. Решение очень быстрое пришло. Остались у меня две двери. Открыт после ремонта я их не стал выбрасывать. Валялись, валялись. Дождались своего времени. Может быть, кому-то потребуется. Очень быстро собрали. В течение трех часов собирается баллонная защитка. Мы ее прикрутили к доскам. Купили современный материал. То есть, сейчас мотова не железная. Вот такая пластиковая. Очень хорошо гнется, очень хорошо режется. Вот мы ее порезали в нужный размер. Кромутами закрепили. Вот он, каркас получился. То есть, достаточно быстро. Два человека собрали. Самое большое время ушло на доставку материала на болото. Ткань защитную. Накрыли все. Прикрутили, пришели, степень, укрепили. Может быть, кому-то потребуется. В принципе, я уже говорил. И вот, опять же, нам еще материал, который мы начали применять. Это утеплитель. Современный утеплитель, который используется и в подвалах, и для фундамента. Когда его не видят мыши, он никогда не обниет. И очень хорошая теплоизоляция. На нем лежишь очень тепло. И когда подкладываешь под заседку, у него плавучесть огромная. Просто плавучесть. То есть, несколько листов утеплителя очень хорошо держит заседку на плаву. Потом несколько баллонов, четыре баллона, вот к этим выступающим доскам я привязал. Накачал, ну, ради устойчивости, да. Потому что я ночью туда приходил и ночевал, чтобы не возвращаться домой лишний раз. Прямо внутри заседки. И что бы ты там ни делал, она стоит очень устойчиво, ровно. Спереди прибили, ну, степлером там в сетку. Видите, бутылку вставили заранее, да. А вот это вот мы делаем не просто так, а от вандалов. Потому что каждый год у нас что-нибудь срезают, срезают защитой. То карамины посрезают, то новый материал срезают, то еще что-нибудь вот. Достали грязь и замазали. И плачевные кадры. Последние дни нашей заседки этого буквально недавно снято. Вот все, что произошло с нашим деревом, оно просто сгорело изнутри. Очень случайно узнали, хорошо в обрихе. То есть, оно лопнуло поперед. Внутри ничего нету, просто на каком-то чуде держится до сих пор. Это примерно 10 метров от земли. То есть, вот если заседка полетит, она, конечно, может удержаться на двух остальных деревьях, а может не удержаться. Поэтому заседку пришлось закрыть. Мы срезали все, что оттуда можно использовать. И, конечно, материал убрали, все закрыли. Так что теперь у нас только плавающая заседка, которую мы попробуем дальше отрабатывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова